Сейчас турнира. Причём как 6 на 6, так и 9 на 9. Самое интересное. Там составы пересекаются во многом, да? Да, конечно. Так, мы начинаем. Всем привет, это TurboPoopTV. Мы сегодня смотрим за игрой Латвия-Шотландия. Первую карту победили... Да, первую карту победили шотландцы. Это был гуляш, и счёт был 5-0. Сегодня мы смотрим, помимо гуляша, апвард. Мне помогает шинку. Да, привет, привет. Игрок сборной России, который играет инжом, и которому очень не нравится позиция у пушки. У красной сейчас, я предполагаю. Ну, вот как раз там, где она стоит, она рисковала в первую очередь для инжа. То есть умирает инженер от снайпера, потом умирает с интеряей, и дефенс, если какого-то был, он разваливается. Чем ещё она не нравится? Тем, что инженеру приходится бегать. Очень, да, далеко до металла. И плюс, смотри, его солдат сейчас не... никак не обрабатывает, не ускоряет его. Я в своё время играл инжом как раз. Вот, поэтому... Тоже. Представляю, где как, кто отстраивается. И какашка меня удивляет в последнее время. Но это ладно, мы наблюдаем за игрой. Какой у тебя прогноз на эту карту? Прогноз на эту карту? Ну, сейчас, скорее всего, по крайней мере, первые две точки Ротландия возьмёт без сопротивления самого. То есть они дефенс сомнут. А дальше... Дальше, не знаю, это может дотянуться лакопласт, если там будет хороший деф. Ну, скорее всего, всё будет достаточно быстро, если они ещё не оклемались после прошлого раунда. Да, мы напомним, что на Гулешуя счёт был 5-0, и мы видели рейджквит у Латвии. От медика. Сейчас с медиком играет CF, кстати, а на первой карте был инс. CF вообще обычно хэвик и демо. Я его медиком никогда не видел. Там сплэн развлекаются. Да. Пошёл в пушку за сапу, пошёл на диспенсере постоял. Я как раз наблюдал сейчас за спаем, и стоит упомянуть, что на Гулеше он был одним из творцов победы как раз. Просто невероятно тащил. Вырезал там пачками людей. Ну, вот так происходит. Первая точка вообще без малейшего сопротивления отдаётся. Сентрю уносит. Она... А, во, зачем-то оставили тут. Ну, тут она достаточно быстро умрёт, мне кажется. К тому же он не защищает, собственно, телегу. Сейчас у латвийца спай пытался на связку выйти. Никого. Ну, кстати, хэвэ потеряли в атаке шотланс. Интересная вообще позиция для пушки, на самом деле. Она бесполезная. Достаточно, на мой взгляд. Потому что, собственно, задачу защиты телеги в точке, она вообще никак не выполняет. На неё, собственно, никто на этой точке не идёт. Потому что это не чокпоинт какой-то. Просто можно обойти, толкать телегу. Ну, собственно, так сейчас и происходит. Обошли шотландцы, закидали. Зажглись. Ну, ответный убер успели всё-таки латвийцы зажечь. Сейчас в Шотландии снайпер пытался убить меня, да? Смотри, где свой снайпер. Сбоку. И его таки не убили. Кассолт полетел. Кассолт не полез. Так. Отстроился. Отстроился какашка в более традиционном месте. Сейчас на второй точке. Ну, отстроился это, громко сказано, пытается. Ну, да, начал. Тележка тем временем назад откатывается. Так, по Туламу. По Туламу, у атакеров всё хорошо. Клопным фронтом ставят сверху. Вперёд не лезут под снайперы. Такая нейтральная территория. Сейчас шотландцы троих теряют в атаке. И Убер у них 75. Латвийцев готов. Подойдут к Уберу потеряны. А, минус снайпер. Телега, кстати, очень далеко уже уехала в ГУ тоннеля. Да, не следит скаут. Скаут бегает. Ослабились, видно. На игре. Убер есть. Сейчас слоняра хорошо наверху позицию занялся. Сейчас скот защитит его. Да, скот молодец. Сейчас может с кого-нибудь захотшотить. Там вон трап, кстати, справа лежит. Интересно, с кого-нибудь ранее терроризовать его на выходе снизу. О, зажигают шотландцы снизу, прям с тележки. Какой-то глупый Убер от них. Сейчас их пира может сдуть. Нет, не стал. Да, разменялись Уберами и отошли. Вот этот Убер, он никак вообще пушки не касался. Они вышли и вообще в нее не постреляли. С другой стороны, они забрали. И Хэвика убили, и солдат еще. Нет, это солдат. О, пушка минус. Хэвик с окон просто свободно прошел. Потеряли позицию. А тележку все так не толкают. А, это вообще на этом кубке большая ошибка почти у всех команд. Они, когда увлекаются пушем, они абсолютно забывают про телегу. Но вся команда уходит пушить, а тележка стоит. Ну вот сейчас было время, когда мы могли бы толкать минимум полпути до точки. А, вот сейчас хожу, все-таки пушили, да. Слушай. Второй шанс. Хэвик в Рэмбо-моде. Как долго прожил. Да, Хэвик у Латвии сейчас долго жил, но это в итоге не спасет, наверное. Хотя Атомик живой. И Убер готов. Возможно, они будут зажигаться. Да, зажглись на Атомика. Атомика надо прыгнуть на Медика. Ну, а тут уже позиция потеряна. Да, берут точку, все. И зажигаются шотландцы. Убивают СФ, убивают Атомика. Ну, смотри, унесли. Там от команды жалкие остатки. Ну, смотри, кстати, как они хорошо дефали. 5 минут, 2 точки. Как раз твой прогноз неоправдан тут был. Ну, это потому что Шотландия скорее расклеилась. Может быть. Очень слабо атакуются, за Телегой не следят. Ну, вот сейчас потеряли в атаке Медика, шотландцы тоже. Очень резво пошли, забыв про Телегу. И в итоге, теперь им надо будет купить Убер заново. Плюс они дали Какашке отстроиться. У него уже почти 3-й левел. Он принес... Смотри, смотри, Спай. Минус Какашка, минус Пушка. Не, не минус Пушка. Как так? Колотушка из... А, да. Да. Пиро. Колотушка из билд. Молодец, Пиро, читал мой гайд. Я сразу прорекламирую, если ты даже вдруг тоже не читал. Написал гайдик по Хайлендеру. Он, правда, такой для новичков. То есть, для людей, которые совсем мало представления имеют о режиме. Ну, там вот я упомянул как раз Колотушку. Да. Вот. И я даже не знал, что называется Крушитель. Я на Вики смотрел. Так что... Инженера, она может спасти деф, если убивать спая. Да. Это очень хороший... Хороший анлок, полезный. Спай на мина прыгнул. И Хэвик его законтрил. Ооо, сейчас спай. Минус атомик. И пушка заново отстраивается. И тут убер, кстати, прожгли, смотри, латвийцы сзади. Солт, видимо, упал. Ой, и слоняра упал в пропасть. Да, тут деф сминают просто капитально. Остатки этой команды отходят. И тут... Трое живых всего у Латвии. Уже на ласте, да. Он демо пушит рез. С Хэвиком. Все. Тут ни о ком нормальном дефе на ласте речи не может. Хотя что-то они постеснялись идти на двух человек. Да, да, да. Надо резвее сейчас Шотландии пушить. Ой, сейчас минуса у них. Вот я только хотел об этом сказать. Надо было агрессивнее чуть-чуть сыграть. Сейчас с Непал шотландцев минус два сделал хэдшотом. Вышел на атомика и... Руби его! Нет, атомик выживает. Я хотел как раз сказать вот в время этого пуша, что... То есть ты не смотрел предыдущую игру Латвия-Шотландия в этом кубке. Там латвийцы также очень плохо дефали первые три, но ласт они просто бесконечно держали. А где у них пушка была? Но это не про этот раунд. 7.50 пушка была у них наверху. Там где ящики? Нет, наверху, там где лесенка с респа. Там. 7.50. Время у нас. Ну, не самое худшее. Ну и не репорт. Ну, время было ужасное после двух точек, которые невероятно медленно брались. Хотя первая вроде легко так прошла для Шотландии. Но вторая стала... Выходили кругами, эти лего не толкали, набивали фраги и... Да-да-да-да-да. Но, как мы увидели, на третьей и на четвертой почти никакой вообще обороны не было. Так что 7.50, время Шотландии. Если сейчас вот они выиграют этот раунд, то это уже будет большая заявка на плей-офф. И они попадут на команду Англии, как мы уже упоминали. Странное место для дефа, кстати, у них сейчас, обратили внимание. Они, скорее всего, будут стоять вот на углу, там, где коробка и маленькая аптечка. Вот туда подходить, при необходимости. Тут проблема в том, что левый фланг очень слабый. Да, тут пушка оголяется. То есть на него могут выйти и связка, и спай, а тут может зайти. Но они стоят далеко, тут никакого укрытия нет. То есть даже если я возьму снайпера, я там хэвика легко убил. А может и медика даже. Но меня, видимо, услышали они. И потеряли меда. Они меня услышали, выменяли позицию на более выгодную. Но... Прощелкали спай. Спокойненько срезал меда. И Атомик сейчас... Сейчас будет минус хэвик. Да, минус хэвик. Ой, сейчас вайп, вайп у Шотландии. Все. Вот один пиро у шотландцев старался что-то сделать. Его быстренько забрали. Трое живых всего у горцев у наших. И спай на медика пришел. Но он, кстати, его мед два раза пильнул. Полубера уже есть. Два раза у него меньше к 50. И минус Атомик, кстати. Есть шанс сейчас подержать. Кстати, Демоса взял Гозу, который скаутом играл. Тоже меняются люди. Вакс теперь Скотт. Так, ну вот здесь, если... С той стороны деф какой-то был ближе все-таки к синим, то здесь поджались прям к респу и их очень активно присоили. Спай на пушке, минус инж делает. Хорошо сыграл. У пиро тоже Сколотушкой тут. Оба пироса. Совершенно неожиданно. И они, кстати, про Хэвика забыли, который, смотри, сзади стоит. Ну, они медика убили. А, да, Хэвик, Хэвик такой. Ну, таких Скотт спас. О, минус демо сейчас делает Слоняра. Телега почти у точки. Скотт пытается толкать в окружение. Довольно успешно, но... В конце концов, его забирают тоже. Как Султ улетел-то мощно. Спай сейчас телегу пытается подтолкнуть. Никто не блочит. Да. Ох ты! Чуть-чуть не хватило. Она уже стоит. Смотри на спай у красных. Все. 5.20 у Латвии, чтобы взять две точки. Я считаю, что сейчас как раз у Латвии такой моральный буст. Они почувствовали момент. Они готовы пушить сверху, с Хэвиком. Нет, правда, внизу чем-то упал. Видимо, поскользнулся. Оступился. Султ прилетел на телегу дефать. Да, неплохо сыгранный сейчас. Он даже и выжил после этого, правда, ненадолго. Да, и пуш. Стрэн Дефендеров. Красный Убер тем временем прожигали шотландцы. Я, кстати, люблю вот это место. Дефать, вот где сейчас Шотландия стоит. То есть не уходить за дом, а вот прям на возвышенности на этой сэ. Ну, там риск получить от снайпера, если недостаточно хорошо контролится низ. Ну, там просто в мусс-непе очень тяжело вот с домика стрелять. Постоянно... О, зажигаются латвийцы. Долго они ходили с Убером полным. Там уже накопились фактически на половину. Они могли сделать это значительно раньше. Пушку не заберут. О, минус Атомик. Минус Пиро у Синик. Да, не очень удачный пуш. Хэвик пошел в соло. Его спай зарезал. И сейчас телегу спокойно не задефают. По крайней мере должны. Там только какашка на телеге. Ну, и его убивают тоже. Опять-таки возвращается в этот угол. Да, вот тут можно хорошо им стоять. С преимуществом по Уберу в половину. Сейчас у латвийцев спай прошел в домик. Который с буквой С. Выходит, выходит на... Вот. Риталин очень хорошо его подкараулил. Мы видим, что в дефе медик редко умирает у красных. Вот, зажигают Убер они. Пытаться забрать медика. Ну, там один демо ничего не сделал. Этого Пиро просто утолкал. Да, это вот они... Не очень хорошо считали тайминг. Сейчас... Мне кажется, вот задумка была отличная. Но без Хэвика пушить с одним демосом это был фейл. В итоге минус демо, минус хэвик. И сейчас Атомик вышел на пушку. Медик стоял сейфово. Он отошел. Не умер. Да, и сейчас вот отсадки дефа на... Последней точке. Ой, сейчас меда могут забрать. Красно. Нет, нет, там ущители. На 20 хп буквально диндокорор убежал. Ну и 2.40. Более чем достаточно для пуша ласта. Правда и более чем достаточно для лефа, я бы сказал. Так что у нас 50-50 сейчас. У латвиц мне пока нравится какашка. Он... Минус медик. Ой, сейчас, да, у Латвии минус агром. Да, это их шансы теску уменьшают. Ну вот как раз по поводу какашки. Не смотря на то, что минуса у Латвии. Посмотри, они ведь телегу тащат постоянно. У них либо инж, либо скот. То есть вроде и минуса, а тем не менее телега всегда впереди. Две минуты сейчас для Латвии, чтобы докатить немного, буквально 5 метров телегу. Спай на телеге. Лишаются снипы в дефе сейчас шотландцы. Напрасно смерть спая, потому что он бы во вскрытии дефенсы с пушкой бы подобойчивался. Ой, минус медик в красных. Скотт пришел с подвала и замедшотил его. Это было очень классно. Но мне кажется, Латвийцы смогут. Ну и вон трое осталось. Хевик один стоит справа. Хевик, Демос. Пиро гоняет под риском. Вот у них Демос живой, видишь, он забрасывает тележку. Сложно докатить. А, Томик тут разрулил. Зачем они жгутубер? Ой. Ну все-таки докатят. Пиро чуть-чуть не успел. Молодцы, Латвийцы. Не решало, скорее, мне кажется, Пиро бы убили. Но молодцы, неожиданно. Да, это вот про как раз моральный буст, видимо. Не, не знаю, может я угадал, может просто совпадение. Но видно, что они как-то, даже умирая, они тем не менее постоянно очень были сфокусированы на тележке. То есть, у них все легкие классы, они только и занимались тем, что катили, можно сказать. То есть, что Какашка, что Спай у них, что Кларк с Рискаутом. 1-0 в пользу Латвии. Мы напоминаем, что это Турбопуб ТВ. Мы сегодня смотрим за решающей игрой, которая определяет второе место в группе со Швецией. И мы смотрели уже Гуляш. Там был счет 5-0 в пользу Шотландии. Довольно такая была игра с Рейджем со стороны Прибалтов. С Лучки-то Медика. Да. Замены. Играл Медиком, играл Инс. Сейчас Медиком играет ЦФ. И мы видим, что замены уже приносят плоды. Они выиграли Афвард. 1-0. Пока выиграют. Взяли бюро. В Шотландии Снайпер не менялся? Кермит. А, вот так он играл. Кермит играл, да, Снайперу. Ну, он Слоняра раздает ощутимо побольше, чем Кермит. Опять странный деф от Шотландии, вот на этом месте. Как раз против Слоняры там стоять вообще не рекомендуется. Вот уже минус не пудило. Да. Ну, это ему сейчас все руки развязывает, потому что... Тут вот демос наглый. Вот, получил хедшот, по-моему. Отошел. Ой, минус-мет Слоняра как раз делает. И сейчас спай пушку сапнет, да. Попутно убив тут Пироса. Да, убили Инженера, убили пушку и полностью развалили просто деф на первой точке. Даже не потратив хубер. Очень похож раунд на предыдущий. Тоже Латвия просто молниеносно берет первый, убивая Меда. И сейчас... Никакой пушки нет в дефе второй. Опять... Опять минус Кермит от Слоняры. Зажигаются на Атомиках. Вообще не дают никаких шансов подстроиться, закрепиться на второй. Ну и надо блочить резко здесь пацанам. И телега, телега все время едет. Прям вот непрерывно. В плане... В плане телеги Латвия вообще я демонстрирую просто топ-игру. Ну, Слоняра сейчас, кстати, кого-то захэшотил, а тем временем минус-мет от Спайабу. Короче, Шотландия вот сейчас напоминает Латвию на предыдущей карте. Они вообще полностью подавлены. Сейчас нужен только вот ришквит их Медика. И тогда будет сейчас... Да. Тогда мы посмотрим еще Бэд Уотер. Потому что это будет десайдер карта. После Гулеша мы Латвию вообще похоронили, можно сказать. Уже сказали, что... Только одна русскоязычная команда вышла в плей-офф, это Россия. Как ни странно. Вот. Но сейчас, наверное, Латвия тоже присоединится к нам. Так, вот что-то они в атаке... Рискованно вышел Хэммек. Закономерно умер. И... Шотландия отходит... Подходит поближе к телеге. Но они опять-таки без Медика, так что это так... Рискованный... Мув. Ну и как обычно, они поминусились, а в это... В это время телега подъехала далеко. Так, минус два. Минус демо, минус хэвик. О, сейчас спай затащил у шотландцев. И они, соответственно, сразу чуть свободнее себя чувствуют. Сейчас Риталин делает минус скот и минус спай. Скинув последнего в пропасть. Вот мы видим, что шотландцы в дефе более-менее вот третью хорошо умеют. Да, они стоят ближе к углу открыто. Несмотря на то, что у них снайпер не очень помогает команде, все равно они эту позицию держатся и успешно. О, минус атомик. И минус демо. И минус пира. Нет. То, что он как-то без медика, очень аркадно лезет. Половина хп у него только. Да, я... Тилежка опять назад едет. Сейчас опять слоняра перестреливает кермита. Заметь, что только мы начинаем говорить лесные слова в адрес Латвии, то они начинают сливаться. Да, надо их поливать. Надо ругать их. Вот мы ругали их, что они совершенно безвольно проиграли гуляш. И они стали тащить. Такое ощущение, что Шотландия вообще от всего апварда тренировала только вот эту третью точку. Но надо сказать, что они, если его тренировали, то действительно на уровне, потому что дефится очень плотно и качественно. Собственно, в прошлом раунде они слили эту точку только потому, что сами пошли пушить и довольно неудачно. Вот, теперь мы видим, что они больше не рискуют. Стоят подальше. Телега тем временем вообще не едет. Уже назад покатилась. Но они просто не дают подойти, то есть там хороший контроль. Снайпер мог... Ой, спай мог сейчас подтолкнуть, потому что каждый метр телеги назад это... Да, вот скаутерился. Убер от Латвии. Убер. И скот на телеге. Но опять она назад катится. Ответный шотландцы сожгли. Пирос очень хорошо отыграл. Шел мимо, Убер толкнул, пробежал. С другой стороны тоже принял Хэвика. И все. Да, Риталин вообще довольно такой, Пирос. Надежный. Я бы не сказал, что он какой-то невероятный скиловик там... В плане стрельбы. Но вот... Башкой думает, позиционно играет. А что еще надо Пиросу? Дефлектить хорошо. Ну, он тоже умеет. Правда, наверное, перехвалил я его, потому что он сейчас на Хэвике слился. Хэвик просто в одиночку через домик зашел. Очень арканно, очень агрессивно играет Хэвик. С поддержки медика. Спай сапнул пушку, и пушка минус. Да-да-да. Сейчас вот разваливает деф успешно. Ой, сейчас какой вайп. Двое живых у шотландцев. Пойдут рез бжать. Инженер на телеге, нельзя терять его. Да, минус инж, некому толкать телегу. Ну вот это да. Это косяк. И, по сути, возвращается Хэвик с медиком, которым сейчас с собой временный передовой быть. Демо тоже оттягивается. И они не могут, по сути, прессовать ласт. Выживет ли Атомик? Ой, Беритолин сейчас, рабовика, два шота. Да, вот. Есть в хайлайнере такая вещь, как темп. То есть, если ты пушишь тяжелыми, и оставляешь тележку на скота, на инженера, то ты должен быть уверен, что есть 100% такая. Ну вот, как раз... В противном случае мы и получаем, что команда просто разрывает. Да, вот инженера, и все. Всем нужно возвращаться, потому что рисовать, по сути, бессмысленно. Телега-то долгается, точка не берет. Тем более, учитывая, какой спай у шотландцев, что он там заши команду просто отрабатывает. Воспользовались как раз ситуацией, отстроили пушку, заняли третий этаж очень плотной связкой. Там демо, хэви. Опять минус кермет. Теперь очень плотный деф, и момент потерян. Вон, пошли попробовать скрыть. Вон, зажигаются обе стороны. Мультиряд латвийцы, так что им лучше вообще убегать. Там спай, смотри, как зажал телом атомика, сейчас вообще просто big play от спая. Он просто своим телом зажал атомика, который убегал от умера. И зарезал его в лицо вообще вот так. You shall not pass. Да. Султ в аркаду куда-то летит. Да, но он в центре умерла. Минус Кларк. Связка у шотландцев жива. Да, они очень плотно держат третий этаж, а вот взять именно вот этого места, оно без него сложно толкать, потому что оттуда очень хорошо контролируется телега. С той стороны, соответственно, они, с другой стороны пушка, и... Всё. Никак. Причём, заметь, что Пирос у Шотландии, он не рядом со связкой. Он просто один бегает. Прям по мейну. И в общем, что-то не могут... ситуация такая, что... Ну, сейчас зажглись латвийцы. Вот, и видишь, им опять приходится мультирить. И всё, и назад. Ну, опять, какашка и Кларк на телеге. Минус Кларк. С моментом, да. Ой, сейчас разбился. Сентурия третья и... Лестница... Они не дают никаких шансов, никакой возможности. Латвия вообще пытается на Убере убить связку, которая тоже есть Убер. Это довольно глупо. Тем более, они постоянно мультирят. Вот. А пушка свободно там стоит. Вот, правда, её сейчас... Спай, 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 спай. Почти выкатил телегу. Ты пришёл к успеху. Да, теперь она запратана. Хорошо их разбирают. Туриталим просто в одно воо. Сейчас героическая оборона. Телеги. Ну, сейчас установят Сентурию. Там есть демо-соу, спирс, непосредственно телеги. И... Хороший шанс стабилизировать для них. Дэф. Спам идёт. Триталим очень грамотно играет. Он получил дамаг, вышел, взял аптеку. Правда, в конце его убили, но... Тем не менее, на него столько времени тратится. Ну, он не рассчитал, да. Там столько полкоманды было. Вот, теперь третий этаж. Демос живой у красных, поэтому... Закидает, да, телегу. Зажигаются латвийцы. И сейчас надо выталкивать. Ну, тут, конечно, тут уже. Минус все. Но это очень долго. Да, 10 минут почти. Ласт и третье, конечно, шотландцы. Так, неплохо обороняли. Особенно третью. Смотрим, что будет у нас сейчас в этом раунде. Вообще, я именно удивлен, что латвийцы выиграли Апвард. Потому что мы играли с ними по СВ. И мы там буквально минут за пять взяли все точки. С ними вообще почти не дефали. Тем не менее, мы видим, что... По крайней мере, свою атаку они очень хорошо играют за счет вот именно легких пассов. Какашка, вот, Кларк и их спай. Я все время забываю, какой у него ник. Они втроем, в принципе. Их хватает. Снайпер спланирует очень хорошо раздает второе место после медик. Да, причем, как мы не смотрим на дуэль снайперов, то Кермит буквально один раз только побеждал. И при этом раз десять проигрывал. То есть тут все очевидно. Но при этом, кстати, заметь, что Слоняра, он помимо снайпера, он таких минусов медика, вот, я как-то вот сейчас не видел. Все, он убивает снайпера, потом его кто-то забирает. Сейчас я так, получается. Вот он опять, кстати, убивает со скота. Так, опять похожий деф. Минус атомик, тем временем, кстати. Теперь деф, кстати, Сентриана не сверху, а уже ближе к низу. Да, Латвия сейчас поменяла совершенно тактику. Они стоят сейчас близко, у лесенки. Опять же, пушка оголена. Они играют под снайпера. То есть они чувствуют то, что у них преимущество. И выпускают его вперед, и контролят, соответственно, ближний край. Вон так. Оправлено, на самом деле. Решение. Сейчас Слоняра чудом выжил после аркады солдат. Зажглись обе команды. Позже чуть-чуть шотландцы. Сейчас, может, можно атомика заберут? Нет, не смогли. То, что дефенс вот на этом углу, это, по сути, не дает возможности даже доталкивать до точки. То есть, возможности хорошо долго ее держать. Именно первую точку. Минус мет, кстати, у шотландцев. Да, да, да. Правда, сейчас у Шотландии вайп, вернее, у Латвии вайп. У них четвер живык всего. Хоть пушка и жива, и телепорт работает. В какашку уносится пушку. Сейчас была аркада на медика красных от солдат. Не получилось. Преимущество, тем не менее, у Латвии. Ну, у них, да, хороший организованный деф на второй точке. Неплохой контроль угла. Там он хоть хэвик и теряет хп, но он стоит. Единственное, снизу у них, по-моему, никого нет. А, нет, снизу, да, минус демо. Демо у них нет. У демо были трапы. А, вон, Скаут бегает. Да, у них и... Тоннель за дефом. О! Очень плотный, хороший деф у них. Минус слоняра от Кермита. Чуть ли не второй раз за всю игру. Свершилось. Сейчас Скаут... Связка Скаут плюс Солд в дефе тоннеля, она себя очень оправдывает. Сейчас Кларк почему-то не пошел на Снипу. Увидел его и пробежал мимо, и пошел убивать меда и слился. И минус Атомик. Кстати, сейчас, смотри, Кермит стал раздавать. Он сейчас убил подряд Слоняру, Атомика, два раза. И, мне кажется, тут все, тут вторую возьмут. Да. Зажглись, кстати, латвийцы, но бесполезные уходят назад. Быстрее пока Шотландия играет. Зажглись, чтобы выжить скорее. Там инжа сохранили. Да. Ну, тоже, в принципе, хорошо. Сейчас пушка третьего левела у Какашки готова. Но она у нее с первой точки так идет. По-моему, ее не сносили. Убер готов, кстати, у синих. Им надо быстрее пушить. И пришел Спай. Но потеряли только ХВ пока в атаке шотландца. Правда, смотри, сейчас Пирос может вытолкать. Пирос, Пирос, Пирос решает. О, вытолкнул Риталина. Тот в дырку провалился. Вот это знаменитая дырка. Снайпер опять минус от снайпера. Хэвик. Что-то Керми тут стал в этом раунде, конечно, тащить внезапно. Может, энергетику выпил, там, педальки какие-то настроил. Чуть-чуть так. Скотт тащит телегу, правда, его убили. Ну и 6 минут на 2 точки, даже на полторы, я бы сказал. Тут все-таки у Шотландии сейчас преимущество. Да, к тому же они ставят более закрытое, чем в Шотландии в дэфе. О, минус какашка и минус пушка. Правда, нет, не минус пушка. Я все время забываю, что Пирос с крушителем ходят. Минус атомик от снайпера опять уже, наверное, в третий или четвертый раз за этот раунд. Сейчас еще будет минус с никой какой-нибудь. О, смотри, какой плотный пуш в телеге. Да. Зря они сейчас решили прогореть, мне кажется. У них большие минус аемки могут не дать отойти. Хотя тут, да, никого нет, чтобы их убивать. Ой, минус цф. Да. И Хэвик опять бесстрашно идет без медика, никто ему не нужен. Он раздает, а не делает. А смотри, ему атомик помог, и он минус два сделал. Ну, теперь у них плотного дефа нет. Вы должны отходить. Четыре с половиной минуты на ласт. Времени предостаточно. Мы напоминаем, что счет 1-0 в пользу Латвии, пока на Апварде в матче Латвия-Шотландия. Первая карта закончилась счетом 5-0 в пользу шотландцев. Поэтому если сейчас Латвия отстоит вот этот раунд, вот этот деф последней точки, то мы будем смотреть с вами третью карту. Слоняра разошелся, просто хедшотит всех подряд. Да. Смотри. Связь идет на третий через балкончик. Четыре минуты остается. Ой, сейчас минуса у Латвии, минус три. Они стоят наверху, у них готов угр. Они поджимают, он спавит в окно. Зажигаются команды. Ой, зачем же они упали? Ой, сейчас чуть мед не вылетел в дырку. Минус инж опять. Нет, похоже, они три минуты не продержатся. Минус интеря. Да, все, развалим полностью деф. Это похоже раунд. И все, игра. Почему игра нет? Счет будет 1-1. 1-1. Да, то есть еще будет третий раунд на Апварде. Вот смотри, кстати, Кермит. Кермит. Да, вот я говорил, что он тащить стал нереально. Причем так внезапно. Вот он был лохом. Первый раунд. В последнем месте держался, по сути, три атаку, дефенс и опять дефенс. И вот внезапно решил, что хватит оттерпеть. Там команды в чат уже пишут, кто атакует, кто обороняется, потому что какая тут очередность. Ну, считай, АБ, БА, а дальше как? Кто-то говорит АБ, БА, АБ, а кто-то говорит АБ, БА, БА. Ну, это должно быть аргументировано правилами. Мне кажется. Я не помню. Ну, там вообще в General Rules, потому что в правилах именно вот Nations Cup, а этого нет. Просто что, мол. Типа, и в случае, если 1-1, то третий раунд. И все. Меня спрашивают, Хэвик на последнем месте у Латышейли показалась. Да, на последнем месте. Сейчас посмотрим киллы. У нас, к сожалению, тут не ванила. Мы не можем тут инфу по... По дамагу показывать. По... Там MVP за раунд. Всякая такая фигня. Но... А. Они обнулили там все. Киллы я уже не могу посмотреть. Они, видимо, перезапустили. Да. Там по нолям сейчас. Киллы я уже не могу. Я думаю, я не ошибусь. Я скажу, что вот успех, именно... Который проявили... Он в основном завязан на снайпера. Потому что вот они минусили шотландского снайпера. И от этого уже была шла игра. То есть он мог дальше минусить игроков. И команда свободнее себя чувствовала. А вот как только... Они потеряли это преимущество, то все. Ну, вообще, как только стал тащить, собственно, шотландский снайпер. Потому что... В своей атаке он убил слоняру, по-моему, пару раз. И атомика раза 4 или 5, да. Все очень часто. И когда они толкали уже после третьей точки, там тоже, по-моему, пара хороших минусов была от него. Когда играешь против Латвии, там такое правило, что если минусишь атомика, то там, собственно, начинается рейдж. У меня, кстати, причут на этом сервере какой-то низкий фпс. Обычно у меня 150-200, а тут 70 почему-то вообще непонятно. Воу, у меня рей-рэди? Все. Да, команда газовая. Мы смотрим третий решающий раунд на Ап-Варде. Играют Латвия и Шотландия. Первый раунд выиграли Прибалты, но во втором они получили люлей от снайпера шотландского, который внезапно стал тащить. И счет 1-1 у нас после двух раундов. Теперь, соответственно, решающий раунд. Будет очень интересно, кстати, если победят шотландцы, и будет третья карта, и там тоже дойдет до третьего раунда, там будет бедвод. Да. А, вернее, есть и Латвия победит. Это, я напоминаю, единственная пара из всех команд на групповой стадии, которые поделили очки за место в плей-офф, за второе место. И победитель этой пары попадет на Англию в 1-8. Выйти в плей-офф это уже хорошо, я считаю. Уже топ-16. На Шотландии также верна своему дефу, с ингря на неизменном месте, плюс-минус метр. И Хэвик идет под виски. Без страшных вперед, без медика, никто вам опять не нужен. Кермит убил слоняру, кстати. И минус Хэвик на спая. Вот кто играет спаем, из тех людей, которые смотрят наш стрим, можете просто смотреть, ну, то есть зайти в СТВ параллельно. Вот, и смотреть за спаем. Спай вообще раздает у шотландцев. Пока как-то Латвия вяло в атаке. Ага, медик вышел с Убером. Смотри, вся связка пушит по флангу, зажигаются на Атомика. Она загорелась. Вот Пироса ближе сюда, не убегай, Пирос. Зачем Пирос убегает у красных, я не могу понять. Да просто Вася Кот стайл какой-то. Выходит Убер, а Пирос просто стоял и на аптечке хилялся там у Диспенсера. Че это за такое вообще? А то потом рванул на пушку и помер первым. Не-не-не, красный Пирос, он живой сейчас. Где? Он на холме бегает. Спайер же. Все, 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 понял. Да, когда вот синяя атака пошла, А, да-да-да, он побежал. Он просто ушел на аптечку. Но, тем не менее, шотландцам это никак не аукнулось, и они сохранили пушку, и точка все еще их... Слишком рано зажгли Убер. А там, по-моему, какой-то спам был. То есть, вынужденный Убер. Тем не менее, Атомика без Убера пушку закидал. Ну, время. Амида, кстати, потеряли шотландцы от спая. Да, почти две минуты на первую точку. Это очень хорошее время для дефа. Но, смогут ли они вторую держать вообще, я очень сомневаюсь. У нас 80 Убера уже у синих. Минус Кермит от слоняры. Так, в тоннеле опять Скинкова дефа нет, так что скаут с ржем все время толкают. А, вон кто-то, кто-то. Минус пушка. Зажигаются латвийцы. И... Атомик тут нараздавал. Шотландцы сейчас пойдут... Стол в форточке, сейчас будет минус мет. О! Я только прилетел. Но, тем не менее, шотландцы идут на третью. Со второй точкой им не везет сегодня. За меньше, чем 50 секунд взяли второй этап. Сейчас главное инженеру отстроиться, побыстрее у красок. Пока получится хороший деф. Потеряли скаута. Это резко снижает темпы телеги. И дает больше времени на то, чтобы строиться. Сейчас аркада на слоняру. Шотландцы чем до этого стояли. Они как-то более открыты к углу, там, вот, к доскам. Да, при том, что у них готовый убер. Я не знаю, почему они стесняются. Чего они боятся. У Латвии убера нет. Можно просто выйти на латвийцев. Они жмутся в доме. Вообще, Шотландия привыкла от спая играть. Потому что у них как только спай делает минуса, то тогда они что-то могут. Смотри, хотя минус слоняра. Вот выйдите на них с убером. Вот сейчас, смотри, Хэвик синий далеко отошел. Сейчас его могут забрать. Все время ходит один, достаточно, абсолютно. Вот его сейчас заберут. Убивает. Он как мясо идет параллельно Суберам. То есть Субер горит монопольно на демо, а Хэвик так. Сейчас обоюдный минуса у команд. О, минус мет, сейчас спай делает. А Томик не замечает это. И сгорает в итоге. Но точку они берут. Надеюсь. Хотя... Спай, 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 спай. Эх! Да, точку они таки возьмут. Ну, это, конечно, хорошее время для Латвии. 4.30. Это очень хорошее время. Из них, считай, 2 минуты, это первая точка. То есть, если бы там отыграли получше... Да, тут за 2.5 минуты взять вторую зря идет действительно быстро. Опять, Риталин как-то отдельно от связки действует. Стоит по мейну. А связка в окне, наверху. Ну, кстати, минус Хэвик сейчас в Шотландии. От спая. Строится все на том же месте, а не деф. И деф по той же схеме. То есть, пушка на респе и демо с медиком. Вот, Хэвика сейчас еще нет. Минус... Минус атомик и минус какашка, так что... Телега стоит. И там Сирос контролирует. Да, вот я вот только хотел сказать, да, это тактика Риталина. Она, в принципе, помогает. Он так прожигает, отталкивает, все. Красного медика откидывают с Убером. Он там бегает вообще непрекаянный. Все. Я вообще потерял. Скаут бегает в упор, не видит его на телеге. Синие зажглись, закидали пушку. Опять-таки, горят, оттолкать... А, вот, инш пришел. Красный демос живой, так что сейчас он может закидать телегу. Ну, все шансы затолкать. Там Солд раздает на балконе. Дораздавался. Все. Все. Очень быстро, да. Ну, почти шесть, но это все равно очень быстро. Ну что, Латвия показала, что они не будут сдаваться после 0-5 на Гулише. Выиграли первый раунд, проиграли второй. Теперь в третьем у них есть все шансы, чтобы взять его. Третья карта, я напоминаю, будет Бэт Уотов. Стандартная карта, которую мы со времен первой недели не смотрели. Уже соскучились в какой-то степени. Так, что ты думаешь по поводу того, смогут ли шотландцы сейчас запушить за шесть минут? Все будет зависеть от того, сможет ли их снайпер попадать по головам. Я заметил такую особенность, что снайпер... Тащит тот снайпер, который в атаке находится. Как-то так получилось. Тут позиции так, что половину карты, по сути, атакующий снайпер, он находится повыше, что ли, чем основные силы. Кстати, еще новости с ЕТФ-2Л. Буквально в 10 секунд начались голосования за игрока сезона. 6 на 6. Заходите, голосуйте. А у нас пока хайлайнер. У нас тут третий раунд. Матчи Латвия-Шотландия на Апвард. О, и минус Атомик делает Спай. Вот кто у шотландцев действительно заслуживает выхода в плей-офф? Это Риталин и вот этот Д'Юкс. И Д'Окс. Определенно. Даже больше. 5 человек, минус. О, минус какашка делает Спай. Смотря живет. Да, опять, опять Пирос мы видим. Сегодня мы видим очень много колотушки. Нет, недолго она прожила, потому что демо проспамил. Ну да, без Инжана. Я не знаю, почему Латвия вот тут стоит все еще, они зажгли на Атомика. Надеюсь, наверное, на дотекание там вон снайпер подошел. Да, они тут как-то организовались. Смотри, пришел Скаут. Пытался забрать Атомика, не вышел. Смотри, смотри, Спай пришел. Нет, не получилось. Почти докатили Шотландцев первую. Но они большие очень потери. Вот эти последние метры до телеги. Прям кровью. Медик очень рядом стоит, сейчас может шапанский медик проверить. Да, он на него Спай пошел. Пушку заново построил какашка на горе. Докатили. Вот Скаут только докатил и хедшот тут же от слонеры. Спай, Спай, Спай там идет. Ага, он у тоннеля. Посмотрим, смотри, что... Сейчас Хэвика срежет, да. Медик? Медика не забрал. Ну, это было бы слишком хорошо. Да. Сейчас смотри, как медик у красных... Да, сейчас находился в глупой позиции, в итоге его зажгли. Им сейчас отходить нужно. Синий Хэвик, посмотри назад, там Атомик. Ой, атака на меда, мед. Мед ушел. Так, смотрим, что в тоннеле. В тоннеле, в тоннеле дефа нет. Там обычно интервью. А, вон идет Скаут, идет Дема. Прям вот все силы бросают максимум на блок телеги. Понимаешь, что... Время, время очень решает. Три минуты на данном этапе до ласта, это очень хорошо. Да, тут пока даже никакой и нет заявки на пуш вообще второй. Телега как стоит, так и... Вот только-только-только Скаут подошел. О, сейчас спай ставит бэкстаб спаю. Латвиец победил в дуэли. Медик. О, сейчас слоняра, да. Только я говорил, что тащит Снепа в атаке, но вот слоняра меня переубеждает. Чапиро не смог защитить товарища, который толкал телегу по инженеру. Да. Вот сколько они блочат телегу и отходят живыми, то есть не разменивают людей на блок. Это очень хорошо повышает шансы в эфи. Ну, они у нас. Аркада сейчас, она меда от солдат у красных. Безуспешнее. Но медик, медик, он 50 хп был. Ну и выжил, кстати, солд, так что вполне нормально. Хэвика, хэвика порчку пропустили. Вот опять на том же, те же самые проблемы. Ой, сейчас. На этом месте солд меда забрал. Теперь хэвик дропается. Мне кажется, это все. Да, это все. Ну, две минуты на три точки. Шотландцы деморализованы. Они еще просто по одному все послевались. Ну, там пуш, пуш, синела, тайм. Мне кажется, даже если сейчас латвийцы не будут стрелять в противника, уйдут на респ, то этого времени не хватит. Минус три сию толкать, да, она не доедет. Минус слоняра, но... Толку мало. Ну, вторую таки вроде как докатят. А вторую докатили. Ну, полторы минуты на две точки. Тут подъем этот... Совершенно... Неподъемный для них. Да. Ну, тем не менее, стараются, играют до конца. Не пишут ГГ, не меняют карту. Зажигают синие в атаке. Тут сейчас Убер на спае был зажжен. Он пильнул Хэвика. Он до сих пор хилит спае. Ещё и зарезали Инжа. Там он отчаянный блок, прям. Можно даже третью. Смотри, сейчас Солт. Эх, я думал, Скирки придёт. Всех троих попал в троих, и всех троих закинул наверх. Хорошо получилось. А, ну мы тут поздравляем сборную Латвии с победой на второй карте. Теперь у нас 1-1 по картам счёт, и мы будем с вами следить за решающей игрой на Fale Badwater. Там также будет Best of 3. То есть и там мы можем увидеть 3 раунда. Да, хороший камбэк от Латвии после чудовищного слива Галиша 0.5 за 15 минут. Или за сколько? Или за 20. Ну где-то так. Они очень воспряли духом.